Резонтально. Ага, вот. Получилось, Володя, и прошу прощения за книжку, да, и перед подписчиками, и у тебя. Ну, вот так вот получилось. Володь, очень рада, что согласился прийти в эфир. Очень благодарю, и несколько слов скажу своим подписчикам о тебе. Я специально выписала все регалии, ну, не знаю, смогу ли я тут все до конца прочесть. Не нужно никаких регалий просто, Владимир Майков. Ну, это я просто познакомлю, да, Владимир Майков, друзья, кандидат философских наук, старший сотрудник Института философии РАН, доцент Московского института психоанализа, президент Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. В общем, список большой, и мне бы хотелось сказать о том, как я с тобой познакомилась, и что меня впечатлило, вдохновило, и в связи с этим задать и вопросы тебе, как человеку, который, как мне кажется, на сегодня, ну, в этом разбирается, как никто лучше. Вот, Володь, пандемия в жизнь каждого из нас внесла свои коррективы. Ну, она буквально кого-то выдавила из привычной атмосферы, из привычной работы, и человек остался наедине с собой, да, и некоторые просто, может быть, даже почувствовали какой-то внутренний зов, какую-то провокацию к переменам, которая просто назрела внутри, в связи с тем, что, да, пришлось остаться опять же вот наедине с собой и задуматься о том, как вообще складывается жизнь. И в связи с этим у меня зачастились, участились запросы на то, как найти своё призвание, как, там, исполнить своё предназначение. И мне кажется, это ещё и связано с тем, что, ну, люди сейчас очень зрелые, и получать от работы только материальное вознаграждение оказывается мало. Хочется ещё и получать удовольствие, и радость, то есть жить таким образом, чтобы работа одновременно была и ресурсным, источником ресурса, что ли. То есть вот что-то, что приносит удовольствие, а удовольствие для нас — ресурс. Ну и в чём запросы основные, что человек, в принципе, оказавшись как бы неудел, да, хотел бы заняться тем, что ему очень хочется делать. Но когда вступаем в беседу, он говорит, да я, собственно говоря, даже и не знаю, а чего бы я хотел, ну как бы, как мне с этим разобраться, как найти, чего бы я хотел. И даже когда разбираемся и вдруг находим на ту деятельность, которой он бы хотел заниматься на сегодняшний момент, тоже есть какие-то проблемы в том, что, а как начать? Что сделать, чтобы это в итоге там стало приносить доход и всё остальное? Ну и последнее, а что даёт вот эта вот, так сказать, полная реализация, что в итоге получается? Почему я решила ещё раз, акцент сделаю, поговорить на эту тему с тобой, потому что многогранность твоих интересов, которые ты обнимаешь всем собою, меня настолько впечатлила, что ощутилось, что жизнь для тебя имеет какой-то очень необыкновенный и особенный вкус, благодаря тому, что, ну как бы, ты раскрываешь все свои грани и помогаешь в этом вот всем, кто у тебя учится. Владимир является ещё одним из моих самых удивительных учителей, вот, поэтому, что, ну как бы, что общение с тобой, и мне в этом помогло раскрывать свои какие-то грани и почувствовать вот вкус вот этой жизни, не только её, так сказать, где-то горечь, когда работаем над собственными проблемами, но и особенный вкус такой, особенную прелесть, что ли, что вот в связи с этим хочу на эту тему поговорить, да, ну что можешь сказать. Спасибо, спасибо, дорогая Ирина, за, во-первых, за приглашение, во-вторых, за такую острую, актуальную, жизненно важную для всех нас тему. И спасибо, дорогие участники нашего эфира, за ваш интерес к этой теме. Всегда здорово, когда ты движешься вместе с такими замечательными людьми в раскрытии самых животрепещущих проблем жизни, тогда есть намного больший шанс, что каждый из нас найдёт свой оригинальный ответ. Ну, Ирина, конечно же, мы живём во многом очень острое время человеческой истории. И это время вот такой массовой совершенно напряжённости, которая, ну, может быть, сравнима с другими периодами. То есть это нечто вроде войны человеческой. Даже знаешь, мне хочется сказать, что это время провокации какой-то, прям время какой-то внутренней, что ли, провокации на изменения. Конечно, любая война в этом смысле провоцирует, то есть изменяет радикально ситуацию прежней, спокойной, более или менее размеренной жизни. Но когда я говорил «война», я имел в виду прежде всего то, что человечество сейчас борется за жизнь и за будущее. Оно не хочет потерять тех достижений, которые были завоёваны, вообще говоря, всей человеческой истории и исчезнуть как вид. Потому что помимо биологического аспекта глобальной пандемии существует ещё и общественный, социальный, экономический, государственный аспект. Те меры, которые на уровне планетарном приняты для того, чтобы сохранять нашу жизнь, одновременно убивают государство, убивают человечность, убивают веру в жизнь, поглощают наши ресурсы. И существуют ещё, может быть, невидимые и до конца не понятые опасности в том, что сейчас происходит. И неудивительно, что эта ситуация, конечно, она провоцирует не только отчаяние, страх, безнадёжность, но и желание решить эти проблемы. Как говорили древние, там, где опасность, там и спасение, и нынешний глобальный кризис, то есть война за будущее человечества, это одновременно зов к самым глубинным ресурсам, которые помогут нам прорваться. И это проявляется, прежде всего, в тем, что у человечества впервые в 20-21 веке появилось колоссальный новый ресурс – свободное время. То есть оборотная сторона изоляции – это колоссальное количество свободного времени. Раньше это время мы тратили на развлечение, на дорогу, на болтовню, на пьянки, на просмотр хрен знает чего. А сейчас делать нечего. В это время мы неизбежно смотрим на себя, на своих близких. Мы неизбежно больше, гораздо общаемся друг с другом. И во все времена главное богатство человечества вот так на абстрактном уровне именовалось свободным временем. Именно те сословия, которые имели больше свободного времени, религиозные сословия, дворяне, они, собственно говоря, и производили главные научные, культурные, цивилизационные ценности. Через них приходило все инновации и обновление жизни. И сейчас это впервые после промышленной революции на всей Земле возник этот ресурс. И, конечно, очень многое происходит. Я это замечаю, но прежде всего, по своим друзьям и коллегам, что многие обновляют свои идеи, курсы. Очень многие начали онлайн-курсы. Я сам. Да. Так, что-то получилось. Внимание. И многие вещи действительно, несмотря на ограниченность онлайна по сравнению с реальными общениями и семинарами, тем не менее, даже вот в этом компромиссном решении очень-очень много можно сделать. И я вижу по своим друзьям-артистам, что оборотность стороной пандемии является колоссальный стимул творчества. Обращение внимания на себя. Мы, хотим мы этого или нет, мы можем прорваться при пристальном внимании к своей жизни, к жизни, к сердцам других людей, прорваться до сути. Вообще, этот взор и эта попытка посмотреть на суть всего и вся очень сложна. Вот ты ввела очень важную тему, как найти свое предназначение, как раскрыть смысл жизни, зачем, что, где, чем жить, самое главное. И, конечно же, если мы посмотрим советы древних, ну и современные исследования эту тему, то поиск предназначения, конечно, всегда связан с тем, что я вступаю в контакт с собой, но не только с собой известным, но с собой неизвестным. Юнг называл это следование бессознательному, потому что многие вещи в поиске предназначения не понимаются нашим дневным разумом. Мы вытаскиваем его и бессознательно, вызарисовываем, пропиваем, выражаем любыми способами, как это сделал Юнг в своей красной книге, которая опубликована. И затем постепенно из всего этого складывается смысл понимания в случае Юнга, это вот аналитическая психология, учение в архетипах коллективного и бессознательного, понимание алхимии как сути психотерапии, ну и так далее. Вот всё, чем славен Юнг, и пути человека, как совершенствование пути к индивидуации, великой драмы нахождения андрогена, целостного человека в мужчине и в женщине. Вот такой глубинный внутренний союз мужского и женского в каждом человеческом существе. И каждый из нас смотрит вглубь себя, пытаясь найти эту суть, о которой говорят творцы, о которой говорят великие духовные традиции. Но что мы находим прежде всего, всматриваясь, вот вглубь, пытаясь найти вот этот архетип дитя, ребёнка, вечно рождающегося, творческого, обновляющего. Помним, ребёнок это и есть архетип, младенец, согласно юнга, архетип творчества, обновление жизни. Именно поэтому многие люди и любят детей, и заводят детей, играют с детьми, потому что это величайший стимул вообще всей человеческой жизни, источник радости, счастья и обновления для многих из нас. Просто поиграть и вырастить ребёнка является величайшим подарком для каждого из нас. И всматриваясь и пытаясь найти своего собственного ребёнка, мы вместо этого сияющего, играющего, радостного дитя, источника творчества, видим забитое, отвёргнутое, раненое дитя, которое находится под гнётом многочисленных травм, которые мы все получили, начиная с самого раннего детства, из самых лучших убуждений прежде всего от своих близких, от родителей, мам, пап, дедушек, дядь, тех, которые нянчали, тетешкали, выращивали нас с младенческого возраста. Я не говорю о великой травме, которой не минует никто из нас, травме рождения, открыто, известной хорошо и в древних культурах, подробно описанной в 1928 году о таранках и развитое учение на колоссальном эмпирическом материале Станиславом Грофом. И сейчас уже является совершенно мейнстрим-дисциплиной перинатальная психология, которую изучает зарождение психики от младенцев, процесса родов. И даже те, кто родился в результате кесаревого сечения, все равно обладают этой травмой рождение, но уже как общечеловеческим архетипом. Потому что рождение это не только конкретные события для каждого из нас, но и глубиннейший архетип нашей души, архетип коллективного бессознательного. И его в той же степени имеют и люди, которые родились в результате кесаревого сечения. У них тоже есть четыре базовые перинатальные матрицы. Расклад, акценты могут быть другими, но они действуют. И это Гроф также подробно описывает в своих самых последних книгах, включая книгу, которая скоро выйдет на русском языке «Путь психонавта». Буктомник – это итог всей его жизни. Там он детально останавливается на этой теме, уточняющей его прежнюю картографию. Он полностью избавился от чисто биологической трактовки базовых перинатальных матриц. Итак, травма рождения. И самый сложный период жизни каждого из нас – это первый год жизни, когда мы не говорили, то есть не имели живой связи с людьми, с родителями, и не могли дать стопроцентно гарантированную, понимаемую, обратную связь. Нашим единственным инструментом был крик. И в соответствии с рекомендациями доктора Спока, например, в тех же Соединенных Штатах, если ребенок кричит, не подходите, не отзывайтесь, он будет манипулировать с вами. Подойдете один раз, потом не избавитесь, не попадаете в силки манипуляции. Но для ребенка крик единственный способ заявить о своих проблемах. Может быть, он испуган, может быть, он голоден, может быть, намокла пеленка, может быть, ему просто хочется увидеть улыбающее лицо мамы. А мама слышит крик, но не подходит. Она живет согласно рецепту доктора Спока. И травма, которую получает младенец, состоит в том, что сколько ни кричи, никто не отзовется. То есть вот это такая типичная базовая травма, которую мы все получаем. Ну, или просто мама может быть устала, бессонные ночи, и просто некогда самой хочется отдохнуть. Отстаньте от меня, мне и самой плохо. И мы знаем, насколько тяжел период первого года для мам и для детей, и для семьи. Многие семьи не выдерживают, к сожалению, этого испытания. И это типичная ситуация со всеми нами. А затем начинается постепенное вхождение в мир людей, обучение языку детский сад и новая ситуация, новые вызовы, воспитатели, конфликты со сверстницами, переходные периоды, кризис одного года, кризис трех лет, кризис семьи, шести-семи лет школа, а потом самый страшный в юности подростковый кризис, буйство гормонов и так далее. Цепочки страшных кризисов, обломки души, отпадающие от нас в ходе этих кризисов вместе с нашей жизнью, вместе с нашими ресурсами. Мы, маленькие, будучи неопытными, не в состоянии преодолеть мучительные, раздирающие, противоречивые ситуации, и как ящерица отбрасывает свой квост, так и мы отбрасываем части себя для того, чтобы просто выжить и продолжать какое-то существование. сохранить себя. И, повторяю, это не какая-то уникальная история жизни какого-то печального персонажа в жалостном романе Чарльза Диккенса или Достоевского униженного и оскорбленного или ниточка незваного. Это типичная история каждого человека на планете Земля, потому что, к несчастью, наши родители непросветленные. К несчастью, мы все находимся под властью господствующих представлений в педагогике, в жизни о том, как воспитывать детей, о том, кто мы, как заботиться. И эти представления ограничены, они далеко не всегда мудры. Мы сами выросли в подобной ситуации и тоже представляем из себя вот тот же самых многочисленных поколений ящериц, которые очень многое от себя отбросили. У нас не хватает силы для того, чтобы собраться. Вот почему, когда мы смотрим, пытаясь найти вот эту суть, этот источник, это сияющее творческое дитя, мы видим прежде всего свои собственные страдания. Духовные учителя говорят, Бог внутри нас, смотри вглубь себя, мы смотрим следуя эту совету, пытаясь идти духовными практиками, но видим страдания и несчастье. И пока мы не разберемся с этим, нам очень сложно постичь кто мы и найти свое собственное предназначение. И вот эта грустная история, грустное начало говорит нам, конечно, прежде всего о том, что для того, чтобы найти себя, нам нужно проделать большую работу по очищению, воссобранию, восстановлению себя. В каком-то смысле нам нужно очистить авгиевые конюшни бессознательного, убрать все нагромождения и вернуть себе себя со всеми своими ресурсами, возможностями. И вот тогда, будучи обновленными, к нам начнут приходить спонтанно знания, инсайты, мы сможем лучше чувствовать других людей, культуру, мир, понимать смысл великих жизней, великих людей, которые являются для нас, конечно же, образцами такой успешной найденной предназначения жизни. И мы начнем чувствовать, кто мы, зачем мы, в чем наше предназначение. И даже несмотря на глубинную работу по воссобранию, очищению себя в современном обществе, эта работа имеет такую специфическую область подведомственную, как правило, психотерапии, то есть вот такое исцеление души. Но, к несчастью, современная, наиболее широко распространенная академическая психотерапия происходит в пространстве разговора, в вербальном пространстве, за редкими исключениями телесно-ориентированной психотерапии и психотерапии, связанной с различными энергиями. В основном это разговоры. И когда мы говорим, обратный эффект этого состоит в том, что мы находимся в поле обыденного сознания. Работает, как я иногда говорю, вербальный наркоз, не позволяющий нам пережить энергетические и телесные аспекты травмительства. травматических ситуаций. А если этого не происходит, если телом и энергией мы не включаемся в процесс терапии, то исцеление частичное. Мы думаем, что мы понимаем, мы думаем, что проблема разрешена, но через некоторое время все возвращается на круги своя. И впервые это открыл Вильгельм Райх, тоже величайший еретик, основатель интересно-ориентированной психотерапии в книге о 28-го года. И он обнаружил, что пациенты снова и снова приходят к нему и, вглядываясь в суть проблемы, обнаружил, что проблема имеет любая травма, имеет энергетические и телесные аспекты. И без разрешения этих аспектов исцеление невозможно. Вот так возникла телесная психотерапия в истории человечества. Можно я тут немножко поясню, что имеется в виду. Речь идет о том, понятно, что говорит Владимир, это все ясно, я хочу сказать, что, ребята, прийти к той сути, вот Владимир сказал такую метафору, разобрать Авгиевы конюшни, я бы сказала, это говорит о том, что все-таки придется для того, чтобы открыть в себе Творца столкнуться с теми болями и перепрожить их, чтобы освободить то количество энергии, которое было сжато в нашем организме, вот и называется эта вещь, как Авгиевой конюшни. То есть повстречаться с тем, что закрыто и перепрожить это, и только тогда это можно открыть. То есть вот этот потенциал Творца, в котором мы стопроцентны, но благодаря тому, что нас обусловили и сделали, я не знаю, кого-то на 40% эффективно, кого-то повезло и там процентов 80, но наверное такие люди это большущая редкость, поэтому вот и приходим мы к этому только через знакомство с собственными болями и через перепроживание этих болей вместе, ну включая тело, то есть все реагирует, все перепроживает. Мы не можем абстрактно избравиться от этих проблем, от этих ограничений. Нам всегда нужно пройти конкретный путь, и он, увы, связан с болью, которая прямо отражает глубину нашей работы и глубину наших проблем. И вот используя и современную психотерапию, и современные передовые трансперсональные, интегральные, процессуальные практики, Миндела, Грофа, Уилбера, шаманские психотерапии, целительские знания, мы в конце концов можем в значительной степени очистить свою душу. И как бы источник творчества дитя в нас начнет посылать нам радостные сигналы о том, что мы очень многое можем. И ведь для того, чтобы раскрыть свое предозначение, для того, чтобы пробудить своего собственного творца, нужно прежде всего быть в контакте с ними. Даже если мы преодолели вот то, что те препятствия, которые мы получили в своей жизни, нам нужно прежде всего узнать, что мы можем, что мы способны, как ребенок не думает о невозможном и берется за все с радостью, играет во все и творит, так и каждый взрослый может творить в своей жизни независимо от возраста. Но для этого нужно прежде всего понять, что каждый из нас обладает этим даром открыть своего чистого внутреннего ребенка, творца в каждом из нас. Вот тогда, когда мы знаем, мы можем помогать этому творцу пробудиться. Первое, что я считаю важно понимать, это то, что все наши проявления в этой жизни, в этом мире, все наши контакты с другими людьми опосредованы нашим телом, нашим голосом, нашей речью, и поэтому только то, что мы можем выразить через себя доступно и воспринимаемо другими людьми. Поэтому мы не можем избежать на пути творческой реализации вот этого пути совершенствования телесного выражения через голос, через слух, через музыку, через деяние, через игру инструментами, через танец, через письмо, это все сложные процессы, в основе которых лежит мастерское овладение энергией, потому что без энергии мы не можем управлять вот этим материальным субстратом тела, которое выписывает такие удивительные произведения искусства в этом мире. Поэтому даже если мы знаем, что мы обладаем творческой душой младенца, все равно нам предстоит некоторый достаточно долгий путь ученичества, овладение связано с овладением энергии. Кроме того, на пути творческой реализации у каждого из нас существуют колоссальные препятствия. И эти препятствия связаны прежде всего с нашими тремя фундаментальными страхами общими для всех людей. Первый страх это страх смерти. И это то, что в наибольшей степени ограничивает, определяет, контролирует наше поведение. Кто хочет умереть? Мы все боимся смерти. И в значительной степени это используется всеми системами контроля, управления и власти. И современная ситуация с пандемией обнажила, вскрыла это с предельной ясностью, до какой степени мы все можем быть управляемы благодаря этому глобальному страху. И в этом смысле творчество каждого художника это вызов смерти, это схватка со смертью, это преодоление смерти. Потому что в каждом из нас есть нечто, что не умирает вместе со смертью физического тела. В древности считали, что это бессмертная душа. Но говоря на современном светском языке можно порассуждать о том, что, наверное, это прежде всего та память, которую мы оставляем в людях. Вот те следы, те произведения, которые пришли в этот мир благодаря нам. Почему мы помним о Достоевском? Благодаря тому, что он великий мыслитель и романист, который раскрыл потрясающее знание о глубине не только русской, но и общечеловеческой души. Почему мы восхищаемся полотнами Ван Гога, Репина или Рериха? Да, потому что это новые миры, это окна, потому что люди отдали свою жизнь служению, и они обессмертили свое имя. То есть художник через творчество преодолевает смерть, и творчество это всегда схватка со смертью. Второй великий враг, которым неизбежно сталкивается любой художник. Он связан с тем, что мы все стремимся идти в ногу со всеми, мы все боимся выбиться из строя, мы все боимся показаться чужими в человеческом сообществе, то есть мы боимся иного, мы боимся стать маргинальными, но творчество это всегда выход за пределы знакомого, обычного, это любой творец проходит всегда какой-то период жизни, когда он может быть подвержен критикой, насмешкам, нападкам с разных, порой самых неожиданных сторон, и поэтому творчество это риск, мы ставим на кон свою репутацию, свой авторитет, свою жизнь, те правила, по которым мы живем, вспомните жизнь великих творцов-художников, все они играли в эту страшную игру, где ставкой было быть отверженным человеческим обществом, и только тогда, когда творец доказывал всему обществу, что то, что он привнесет в человеческий мир, дает новые ресурсы, новые возможности, новые миры, вот тогда человеческое сообщество, люди принимали и прощали его, и, наконец, третий величайший враг каждого творца, это, конечно, безумие, если вы откроете любой том из жизни замечательных людей, великолепная серия книг, советская, там несколько тысяч книг вышло, я с удовольствием многие из них читал, то почти в каждой истории жизни вы найдете эпизоды или даже длинные периоды схватки с безумием, безумие и творчество это две стороны одной монеты и связано это прежде всего с тем, что творчество связано с необычными состояниями сознания, творчество это всегда открытие новому, выход за границу известного и поэтому все новое, все новое, повторяю, приходит в наш мир в ореоле или в маске безумия, а кто хочет сойти с ума, а если не вернусь и конечно без познания на собственном опыте необычных состояний сознания, без понимания смысла безумия, без опыта какого-то опыта безумия, жизни в экстремальных экстатических необычных состояниях сознания у нас нету шанса раскрыть, освободить в себе великого творца и это возможно самое суровое из трех испытаний, потому что на этом пути возникает больше всего осечек, проблем реального безумия, отклонения, вспомним сколько много великих русских творцов жило на грани безумия от Гоголя до Врубеля и очень многих других, сколь много ушло и не возвратилось, например, Ницше последние десять лет великий философ провел в сумасшедшем доме, поэтому это очень серьезная вещь и я много лет тоже занимаюсь этими темами, тремя врагами художника и на тему безумия творчества провел не один десяток семинаров, наверное, в том числе многодневных и целью этих семинаров было как раз помочь людям найти коммуникативные тропы в безумии и обратно, учиться ходить, как бы сходить с уманов, оставаться в сознании, понимать, осознавать, действовать и уметь оперативно, быстро, безопасно возвращаться назад в нормальное состояние. Это, я считаю, чрезвычайно важно, техника безопасности. Ну и холотропное дыхание это великолепный инструмент для освоения широкого спектра необычных состояний сознания, оно в очень большой степени безопасно, контролируемое, повторяемое и так далее, и дают расширяющийся опыт. Да, Володя, я не сказала, когда представляла тебя, друзья, Владимир является первопроходцем, что касается холотропного дыхания здесь у нас в России, он первым привез Станислава Грофа и познакомил нас всех с ним и самых великих, больших трансперсональных психотерапевтов сюда, к нам, в Россию, и с холотропным дыханием, как с методом, одним из лучших методов, который помогает исцелиться нам от самых наших глубоких ран. Вот, и сейчас Владимир про это как раз говорит, что знакомство с болью, перепроживание этой боли может происходить в холотропных состояниях сознания, при холотропном дыхании или вообще при дыхательных техниках. Вот, Владимир, можно здесь сказать вот эту зависимость дыхания и во время этого дыхания прохождение вот в этот опыт отрицательный, условно говоря. Ну, очень коротко я это расскажу всем, чтобы затем продолжить вот важную тему, которую я не закончил. Да, опыт холотропного дыхания напрямую связан с необычными состояниями сознания, поскольку при интенсивном дыхании, это один из главных компонентов метода холотропного дыхания, происходит интенсивная зарядка митохондрий в каждой клетке энергетических станций организма, от энергии метахондрии питается вся деятельность нашего организма, и поскольку мозг потребляет подавляя больше чем половину всей энергии организма, для интенсивной внутренней работы нам важен дополнительный источник энергии, благодаря интенсивному дыханию с закрытыми глазами, в спокойном состоянии, лежа на спине, мы даем мозгу дополнительную энергию для намного более интенсивной внутренней работы, для путешествия за пределами привычных рамок нашей обычной жизни, в глубины бессознательного, общечеловеческой памяти, надличностных духовных переживаний общечеловеческого характера, это дает все более и более расширяющееся знакомство с необычными состояниями сознания, с творческим резервуаром человечества. Что касается пути творца, то здесь важно нам понимать еще несколько важных моментов, ну, прежде всего, удивительное, уникальное место искусства среди всех человеческих практик. Ну, обычно искусство это прекрасное, это удовольствие, это развлечение, это то, что украшает нашу жизнь, ну, это выражение чего-то, но есть вещи серьезные, намного более серьезные, есть наука, есть политика, есть технологии, вот, где большинство людей считает истинную реальность, или некоторые люди говорят, ну, искусство, ну, наука, есть мир великих духовных традиций, есть просветление, вот она истинная реальность, и при таком понимании искусство всегда где-то на втором-третьем положении, условно говоря, на задворках существует, ну, своего рода традиционный конфликт между физиками и лириками, да, физики всегда получаются главнее в этом конфликте, хотя, конечно же, лирики артиста не сдаются и отчаянно борются за свое первенство. Я считаю, что искусство является одной из самых высших человеческих практик в том плане, что оно является наиболее мощным и быстрым инструментом развития каждого человека. Язык искусства внятен, понятен нам в самом раннем возрасте, когда мы еще не умеем говорить, не умеем считать, мы уже с удовольствием что-то напеваем, танцуем, рисуем каляки-маляки, выражаем себя, и это и есть искусство. Подлинный смысл искусства состоит в том, чтобы выразить себя и общаться в максимально широком диапазоне с другими людьми и с миром. Мы не можем выразить себя на вербальном языке, и поэтому есть невербальный язык, есть улыбки, есть интонации, есть голос, есть не только речь, но есть песня, есть сложные варианты вокального искусства, есть опера, есть рок, потому что оперы мало, есть джаз и джазовый вокал, и в каждом виде искусства мы можем найти подобного рода вещи, то есть мир наполнен возможностями выражения, есть аудиальное искусство, есть искусство высокой кухни, адресованное ко вкусу, есть искусство связанное с движениями тела, балет, есть синтетические искусства, такие как театр и кино, где объемлется много сенсорных модальностей, возможностей выражения, есть искусства связанные с ухом и с особым инструментом человеческой жизнедеятельности, который называется дыхание, духовые инструменты, и их сотни или тысячи в разных странах мира, в разных регионах, и каждый духовой инструмент специфичен, например, для Ант, для Японии, или рожки и дуделки для России, и в каком-то смысле звучание этих инструментов выражает чувство и душу тех людей, которые живут в этих местах, то есть искусство выражает наши души, потому что никаким другим способом, ни на каком другом языке это невозможно выразить, а значит, невозможно воспринять, и в этом смысле роль искусства первична, уникальна и ничем незаменяема, невозможно выразить алгебру гармонии, и наоборот, гармония алгеброй, поэтому и наука, и искусство важные взаимодополняющие формы жизни и познания реальности, и, конечно же, религии, духовные практики, это своеобразное триединство, отражающее сущностные измерения нас как людей, но в чем, почему первичное искусство, оно связано с тем, что мы живем вместе со всеми другими людьми, в пределе со всем человечеством, и нам нужны языки для того, чтобы выражать себя, согласно лингвистической максимуме, мы можем понимать или осознавать только то, что можем выразить на каком-то языке, наше дневное сознание заякорено на лингвистическом языке, на словах, понятиях, предложениях, максимум поэтический язык, но кроме этого есть язык интонации, есть язык невербальный, и в больших, например, в большом словаре русского языка около миллиона вербальных слов со всеми вариантами, и около миллиона невербальных слов, в Японии такой словарь был выпущен, так что, одной русской, которая живет в Японии, так что у нас колоссальные возможности для выражения себя благодаря языку искусства и невербальным языком, и это мы делаем для того, чтобы сообщить другим людям о своей жизни, о своем понимании, о своих открытиях, и без этой коммуникации, такой широкомасштабной, которая происходит благодаря языку искусства, мы не можем обменяться своими жизнями, мы не можем вобрать в себя жизнь других людей, а именно это слияние, в идеале стопроцентное, человеческих душ и опытов жизни, и создает наше совместное движение дальнейшее, все выше и выше и выше, к все большему и большему пониманию мира, в котором мы живем, к знанию этого мира, которое неограничено законами природы, физикой и объективной наукой. Поэтому искусство является самым главным инструментом выражения себя, коммуникации и развития людей. И если мы посмотрим, что является самым главным в искусстве, наверное, это два взаимодополняющих понятия, о которых так великолепно рассказано в мировой эстетике. Это, конечно, красота, красивое и безобразие, безобразное, отвратительное. Они неотделимы друг от друга. Есть у Мберто Эко, выдающегося итальянского философа, искусствоведа, две книжки «История красоты» и «История безобразного». Я горячо рекомендую всем, кто интересуется искусством, познакомиться с этими книгами. И есть недавно вышедшая книга в издательстве «Манн», «Миф». «Манн» и не помню, и Фёдоров, что ли, «Миф» издательства. Она так и называется «Красота». Тоже великолепная иллюстрированная книжка из недавних, на которую я обратил внимание. Почему красота? Почему Фёдор Михайлович Достоевский говорил, что красота спасёт мир? Помните такое выражение? Потому что красота это контакт с бесконечностью. Когда мы приходим в русский музей, смотрим на картину Васнецова, и нас охватывает изумление, необычное состояние, и из нас вырывается восклицание. Боже мой, как красиво, что я чувствую, что в этот момент с нами происходит. Помните, красота в глазах смотрящего. Да, в этот момент мы входим через произведение искусства в мир художника, в его сознание, в его жизнь, из которого это произведение возникло. Мы становимся сопричастны в Рубелю, Поленову, Репину, в Оснецову, в этот мир, в Азовскому. И наше сознание на какой-то момент распахивается вот к этому источнику творчества, который есть и в каждом из нас. И за счет этого, за счет созерцания красоты, мы становимся в большем контакте со своим собственным творческим оком. Да, вот что такое, в чем смысл красота в глазах смотрящего. Красота, источником красоты является реальная природа мира и человека. И она связана вот с тем, что в духовных традициях называется нашей истинной природой, то есть беспредельной бесконечностью и искрой Духа, которая есть в каждом из нас. И искусство помогает нам распахивать эти врата в свои собственные глубины собственной души и, соответственно, помогает поиску нашего предназначения. И этот язык внятен нам с самого раннего детства, с первого вздоха. Это язык красоты, универсальный, всеохватный язык человеческой жизни. Поэтому, когда я, например, консультирую родителей, особенно молодых родителей, я всегда говорю, непременно поощряйте любые интересы своих детей к творчеству, любым видам искусства, неважно каким, хотят танцевать, вводить в танцевальные кружки, хотят рисовать, пусть рисуют, хотят петь, пожалуйста, театр, конструирование, потому что, когда мы входим в любой творческий процесс, мы начинаем вступать в контакт с бесконечным миром, вселенная распахивается, мы развиваемся, потому что истинный смысл нашего развития состоит в том, что происходит все больше и больше развлечения в разнообразных внутренних шкалах восприятия, в измерениях, через которые мы воспринимаем мир. Я дам простой пример, как это происходит. Допустим, если у меня в моем мире только черное и белое, как в известной русской гадательной практике, любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Вот или то, или то, или друг, или враг, и тогда в свете этого я вижу и мир. Ага, плюнет или поцелует, ага, к сердцу или к черту пошлет. Но если у меня 20 измерений любви и отношений, я в этом свете, в 20 параметрах вижу мир, вижу своих возможных суженых, если у меня миллион измерений любви, да, я вижу намного шире, намного более, там, где другой человек видит только два, я вижу миллион возможных. У меня намного более гибкая, богатая стратегия жизни, поведения, восприятия других людей. Я и мир вместе рожден. Каждый человек видит мир через себя. Поэтому истинный смысл развития состоит в том, чтобы различать, 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 видеть все больше и больше вариантов восприятия. И номер один инструмент для такого рода практики это искусство. Вот почему искусство это высшая эволюционная практика. И еще следующий важный момент, который, наверное, я только и успею сказать. Да, Владимир, еще хотела несколько слов вдохновляющих для тех, кто все-таки сейчас находится в поисках своего предназначения. Ведь люди, которые сейчас в такой ситуации, они могут быть уже не молоды. и ну вот что-то, что могло бы их вдохновить на этот поиск, на надежду дать, если можно так сказать, что это все-таки может свершиться. Да, совершенно верно. И вот мне кажется, другой важный момент, связанный тоже с поисками, вдохновением, состоит в том, что, к счастью, мы не одиноки. К счастью, у нас есть образцы творцов, художников. Кто-то показал всему миру, что это возможно у него. И даже если большинство людей не обрели пока контакт со своим внутренним ребенком, с источником творчества, узнав о том, что это возможно, они могут начать движение. И искусство, потрясающая роль искусства стоит в том, что это важнейший инструмент странствия по душам. Благодаря великим художникам мы погружаемся в другие миры. Сходив на спектакль, прочитав книгу, посмотрев рок-концерт, мы постигаем жизнь страны героев Цоя, героев Битлз, героев Ди Пеппел, героев джаз-рок ансамбля Арсенал, спектакли каких-то экстравагантных российских режиссеров, театр Вадима Демчога. Это новые миры. Благодаря искусству эти миры распахиваются, и мы объединяемся с ними, мы растем. Так что искусство это самый совершенный инструмент странствия по душам нашего роста и расширения нашего мира. Ну, что еще важно здесь знать, и я это в деталях буду преподавать и рассказывать вот в своем четвертом онлайн-курсе, который начнется 1 марта, он будет продолжаться 6 недель, там будет 12 моих фундаментальных бесед с домашними заданиями, рекомендациями литературы, фильмов, упражнениями и 12 моих интервью с великими творцами, экспертами в области искусства, созидателями. Вот, на homorealites.com это сайт моих авторских Да, друзья, вот горячую рекомендурую, потому что обогатитесь невероятно, это нельзя измерить вообще ничем, тем, что мы привыкли мерить, это обогащает многогранно замечательный курс и замечательный учитель, всем рекомендую. Поэтому, в конце концов, мы можем победить ограничения, проблемы и очень важным еще является контакт вот с внутренней алхимическим, я бы сказал, сосудом творческого человека. То есть, даже тогда, когда мы понимаем истинный смысл искусства, научились странствовать по душам, когда мы узнали и пробудили своего внутреннего художника, этого радостного творящего младенца, когда мы преодолели три главных врага художника, смерти, обыденности и безумия, то мы предстаем перед следующим мастерским вызовом, овладением мастерством. И он связан, конечно, с пониманием вот того творческого котла, творческой вселенной в нашей душе, которую я называю магическим театром сознания. И, наконец, понимание главной энергии творческого акта, которая связана с импровизацией, потому что импровизация, творение из ничего, это суть творческого акта. И об этом тоже будет очень подробно и ясно в моем конкурсе. Как в последнем фильме анимационном «Душа», который называется, там говорят «Джазуй». Да, великолепный фильм, я с большим удовольствием посмотрел. Осталось только разобраться с тем, что этому мешает. Владимир, я благодарю от всей души еще раз за то, что откликнулся. Спасибо огромное за такую содержательную беседу. Я надеюсь, многие нашли на свои вопросы ответы или просто заинтересовались данной темой и будут изучать ее дальше в контексте собственных желаний, проблем или интересов. Благодарю, нужно сохранить эфир. До встречи. Спасибо. До встречи. Благодарю, Ирина, благодарю, дорогие участники нашего эфира. Всего доброго всем. Творческих успехов. До свидания. До свидания. Продолжение следует...